Всем привет! Меня зовут Егоров Алексей. Я представлюсь чуть подробнее на прошлом слайде. Сегодня у нас очень необычный стрим, в том смысле, что говорить я буду от своего лица и рассказывать от своего лица, и даже в конце оставлю свои контакты. Потому что рассказываю я не просто о поступлении в Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем МИФИ, но и о всей системе приема в целом. И постараюсь дать советы о том, на что обратить внимание, здесь и сейчас. Рассказываю достаточно подробно. И надеюсь, мой рассказ будет вам полезен, независимо от того, в какой университет вы поступаете, независимо от того, какой факультет в МИФИ выбираете. В общем, я надеюсь, что этот рассказ, он для всех желающих, и он будет достаточно полезен и интересен. В общем, для восьмиклассников, девятиклассников, десятиклассников, одиннадцатиклассников. Для всех, кто желает разобраться с тем, как поступать правильно в университеты. Начнем, пожалуй, с простого. Я все-таки расскажу, кто я и почему я вообще рассказываю это все. Меня зовут Егоров Алексей. Я с точки зрения приема руковожу отделом приема Института Интеллектуальных Кибернетических Систем. Уже, получается, какой-то седьмой год. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Да, седьмой год пошел. Я за это время добился того, что результат набора на Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем, на IT-специальности НИОМИФИ с точки зрения статистики стал абсолютным. И я очень неплохо понимаю все недостатки приема и системы приема. Об этом позже. Я занимаюсь организацией и проведением различных олимпиад школьников. При этом специализированных олимпиад. То есть не просто олимпиад по физике или математике, а олимпиад, которые имеют какой-то проектный или инженерный окрас. Я курирую организацию большого количества предпрофессиональных экзаменов в МИФИ. В общем, я... Ну и кроме прочего, здесь еще есть всякие исследовательские вещи. Я занимаюсь школьным образованием, университетским образованием. В общем, в принципе, если говорить серьезно, то я системно представляю себе, что такое поступление, его преимущества и недостатки. Здесь мои контакты. Вы можете мне написать и мне лично задать вопросы по приему. По вашему личному приему. Желаете вы поступить в МИФИ, в МИСИС, в МФИТИ, куда угодно. Я готов с вами это обсуждать и вам помогать. В моем портфеле, портфолио есть разные люди, с которыми я обсуждал их поступления в разные университеты. И мне кажется, и это описано в моих статьях, мне кажется, что кроме прочего, университет должен подходить по духу каждому из поступающих, а поэтому бессмысленно пытаться загонять всех в какие-то лекалы и всех гнать условно в МИФИ, в МИСИС, в МФИТИ, независимо от того, куда реально, к какому университету по духу подходит тот или иной человек. Поэтому я готов вам помогать в любом случае. Хотя это видео и размещается на канале Института интеллектуальных кибернетических систем. Ну, наверное, это правильно, что оно там размещено. Но попробуем посмотреть шире. Вдруг кому-то из вас будет полезно посмотреть шире на весь прием в целом. Мои статьи, о которых я говорил, описывают разные аспекты приемных компаний, приемных комиссий и по-разному подходят к вопросу, которые волнуют абитуриентов. Левая, вот первая сейчас про олимпиадники, это механизм работы приемных комиссий с точки зрения, ну, как бы изнутри, из вуза, как он есть, без прикрас. Рейтинги, это о том, как подойти к этому сложному вопросу. В этой презентации, кстати, будет про рейтинги. Следующая статья, это про предпрофессиональные экзамены, зачем он нужен. Ну, и вот финальная, которую я написал совсем недавно. Это статья про то, почему приемные комиссии не имеют шанса решить задачи, которые перед ними стоят, даже если очень захотят. Как бы грустно это ни звучало. Ну, собственно, возвращаясь назад, все эти статьи будут приложены к этому видео в описании, они вот там внизу, поэтому вы можете их открыть, посмотреть, если что-то вам будет интересно, я очень искренне жду ваших комментариев и готов дискутировать и обсуждать их, потому что каждый ваш вопрос, каждый ваш совет, он расширяет мой кругозор, мое понимание ситуации, потому что множество личных примеров реально складывает у меня представление о ситуации. Поэтому я буду очень рад, если вы что-то напишите, поделитесь со мной своими впечатлениями, пожалуйста, вот статьи, пишите мне в ВКонтакте, в Телеграме, на почту, куда угодно, я готов с вами общаться и обсуждать все эти особенности, естественно, как вот я есть, как частное лицо. Прежде чем мы будем переходить к делу, мне важно отметить, что в этой презентации есть информационные вставки, которые, мне кажется, необходимы для более глобального восприятия ситуации, но, тем не менее, они являются очевидными вопросами про прием. Вот, например, первая из них, она была тоже вот... Некоторые слайды, которые здесь вы увидите, они были в моих предыдущих стримах, но их в основном смотрели одиннадцатиклассники прошлого созыва, скажем так, поэтому я решил их повторить. Значит, когда меня спрашивают, и меня часто спрашивают, в чем разница между бакалавриатом и специалитетом, то и магистратурой, то лучше всего это характеризует вот эти картинки, эти схемы, а это реально схема о приеме, которая разбирает различные уровни образования. С точки зрения связи этих уровней со всеми знаниями мира. И если бакалавриат — это образование, которое позволяет вам быть принимаемым в обществе, с одной стороны, и с другой стороны, понимать профессионалов своего дела, то магистратура и специалитет — это способ стать профессионалом своего дела. Понимать профессионалов, но не быть им. Стать профессионалом — ну, естественно, тоже его понимать. А аспирантура — это совсем другое в том контексте, что аспирантура пересматривает то, как это — быть профессионалом. Еще раз. Понимать профессионалов, стать профессионалом, изменить понятие профессионалов. Вот эти три области и есть. Бакалавриат, магистратура, слэш, специалитет и аспирантура. Поэтому можно выбирать трек «Бакалавриат плюс специалитет», это не зазорно. Вы придете к такому же результату, к которому приходите, если поступите на трек «Специалитет». «Бакалавриат плюс магистратура» равно «Специалитет» — это возможность стать профессионалом. Поступление в 2021 году, а мы вынуждены ориентироваться год на год, поступление в 2021 году состоит из трех частей. Это индивидуальные достижения, это олимпиады и, естественно, единый государственный экзамен. Я каждую из этих частей постараюсь здесь разобрать в меру возможностей. Например, индивидуальные достижения практически не имеет смысла смотреть пока что, потому что нет соответствующих нормативных документов Министерства просвещения. А сегодня 21 ноября, то есть до приема еще достаточно далеко, поэтому, конечно, 21 ноября таких документов может и не быть. Поэтому достижения мы рассмотрим когда-нибудь отдельно, в отдельных видео, возможно. Они будут более специализированы. А вот олимпиады и ЕГЭ я постараюсь сегодня осветить. Естественно, я не буду касаться вопросов подготовки к олимпиадам или к ЕГЭ. Это невозможно изложить в коротком стриме, да вы все уснете в попытках понять, что же я имею в виду по математике, физике или какой-нибудь ерунде. Поэтому мы смотрим общие вещи про прием. Поехали. Начнем с олимпиад. А, маленькая ремарка. Мы начнем с олимпиад. Но важно понимать, что будучи, если вы уже в восьмом классе, значит, уже начался стратегический горизонт для вашего поступления. Потому что олимпиады засчитываются, начиная с восьмого класса. И неизбежно, неизбежно вы должны в них участвовать уже с восьмого класса. Если вы начнете это делать, то у вас есть шанс к одиннадцатому классу вообще не париться. Да, может быть, такой шанс есть не у многих. Но на самом деле он не у многих только потому, что большая часть не подходит системно к этому вопросу. Считая, что поступление начинается максимум в десятом классе. Ну так, если уж приперло, то в десятом. А так вообще в одиннадцатом. Но на самом деле уже с восьмого класса вы можете достичь того, что вы поступите в университет, не ожидая одиннадцатого класса или не ожидая выбора. Мы не будем касаться блока с тактикой поступления, потому что 21 ноября это слишком скучно. А вот опять же Олимпиады, ЕГЭ мы сейчас посмотрим. Потому что, как вы видите, основной вклад в успешное поступление дают Олимпиады, не единый экзамен. Единый экзамен необходим, но это не основное. В успешное поступление, конечно. Первое. Существует Всероссийская Олимпиада школьников. Мы все о ней слышим. Она есть. Школьный тур. Вот все писали. Все писали школьный тур в ведущих школах. Все пишут каждый год школьный тур по основным предметам. Пишут, 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 пишут. Побеждают во Всероссийской Олимпиаде. Из этих пишут, пишут миллионов человек. 80-120. Это статистика по разным направлениям подготовки. Всероссийская Олимпиада школьников. Это пока что только предметная Олимпиада, но заметка на полях, спойлер. Скорее всего, есть шанс, что в следующем году в перечень Всероссийской Олимпиады войдут и предметы, которые будут называться информационная безопасность, искусственный интеллект, ядерные технологии, большие данные. VR, AR, ну в общем, целая куча всего. Тогда это будет прикольно и интересно. А пока участвовать во Всероссийской Олимпиаде нужно, но так как победит из миллиона человек, побеждает по всю страну, 2000 призеров, на всю страну, 2000 призеров, по всем профилям, из миллионов, миллиона, наверное, да, участников, я вам как бы не рекомендую делать ставку в своем поступлении на Всероссийской Олимпиаде. Прогадаете. То есть, если вы уже не выигрываете Всероссийской Олимпиаде, то не нужно вообще даже напрягаться. Да, мой совет может, конечно, не понравиться, но это совет про поступление. Я напоминаю, про поступление, не про ваш статус в академическом мире, где победители Всероссийской Олимпиаде это небожители. Если вы станете таким, вы обеспечите себе стипендии, вы обеспечите гранты, вы обеспечите свое безбедное существование в университете. Да, но если вы планируете успешно поступить, то делать ставку на Всероссийской Олимпиаде бессмысленно. Существуют олимпиады из перечня Российского Совета Олимпиад школьников, так называемой перечни РСОЖ. Олимпиады такого типа называются, естественно, перечневые, вы наверняка с этим сталкивались названием. Их можно выделить три типа. Предметные по физике, математике, информатике, литературе, английскому языку, искусству, живописи, рисунку, графике, я не знаю. В общем, их очень много на сайте Российского Совета Олимпиад школьников, они все перечислены. Вот предметные олимпиады их больше всего, а интересные специализированные проектные инженерные олимпиады их очень мало. Мы не будем вдаваться в подробности, почему это так, спойлер, не потому что никто не готов их придумать, а не потому что никто не готов их придумать. Вот, а соответственно, но они есть. И это для вас, для тех, кто занимается научными проектами или хочет показать свои инженерные навыки, это шанс себя проявить через эти олимпиады. Кроме того, участие в этих олимпиадах просто очень интересно. Да, ну, представьте себе физику, вы приходите, пишете 4 часа физику, вы уходите. Ура, победил призер, это хорошо, хорошо, что вы победили. Но приезжая на проектные или инженерные олимпиады, вы видите других таких же, как вы, или еще более талантливых людей в профессиональной сфере. Например, на олимпиаде национальной экологической инициативы вы несколько дней работаете вместе с самыми крутыми ребятами по профилю со всей страны. Не один день, а несколько. Или на проектных олимпиадах вы видите исследовательские разработки лучших школьников со всей страны. В принципе, проектных конкурсов несколько в стране интересных. Например, Рост Иннополиса, или Intel Avantgarde, простите, уже Regeneron Avantgarde по химии, такая специализированная конференция, или Инженеры будущего. Но единственная перечневая олимпиада такого типа проектная, это Всероссийский конкурс научных работ школьников Юниор. Есть и инженерные олимпиады, но главная из них это олимпиады кружкового движения национальной психологической инициативы по двум десяткам профилей разного содержания. Уже не сегодня, регистрация, к сожалению, уже закончилась. Но вот на следующий год, если вы 10-классники, 8-классники, 9-классники, вы можете поучаствовать в этой олимпиаде, показать и проявить себя в инженерных делах. Оценивается инженерная составляющая, вес предметных знаний по математике или физике 20-30%. Ну, значимо, конечно, но неопределяюще. И за счет этого познакомиться и создать команды, которые пойдут с вами по жизни в вашем деле. Люди этих олимпиад поступают вместе в университеты. Так обычно случается, и это очень круто. Я вам очень желаю участвовать, выйти в финал, даже если вы не победите. Вы получите массу впечатлений, эмоций и всего такого. Мне прямо даже кажется, что меня наняли рекламировать олимпиаду НТИ или проект Юниор Конкурс. Но я, правда, очень положительно к ним отношусь. Извините, что я позволяю себе такие личные ремарки. Дело в том, что, правда, этот ролик, он носит более личный характер для меня. И я, естественно, в этом контексте, хоть я уже говорил и сейчас делаю еще один дисклеймер, хоть это размещается на канале EX, MIFI. Важно понимать, что здесь много моего личного мнения. Оно не холодное, оно теплое, оно направлено на вас. Потому что я искренне радуюсь определенным вещам. Искренне советую вам делать определенные вещи. Структура олимпиады с перечня проще, чем у всероссийской олимпиады. Единственное, что статистика показывает, что вам нужно участвовать в 10 олимпиадах каких-нибудь перечневых разных, чтобы получить свою льготу. Как эти льготы использовать, я вам покажу. Почему перечневые олимпиады лучше всероссия? Ну, потому что в них хотя бы побеждает 25% от участников финала. А в финалах участвуют тысячи и тысячи человек. В отличие от всероссия, в финалах которых участвует сотня человек. То есть разница очевидна. Вы берете десяток олимпиад в какой-нибудь из них. В пятке, например, у вас десяточка олимпиад. Вы пишете предварительные туры, отборочные, дистанционные. Ну, например, 2, вы ошиблись где-то, не написали. Осталось 8. Финалы олимпиад проходят часто в одно и то же время. Например, отбросили, вот они пересеклись, 3. Осталось 5. На одну олимпиаду вы попасть не смогли, потому что, не знаю, вам было плохо, там температура поднялась, коронавирус, все дела. Вот у вас осталось 4 олимпиады. И вот, собственно, эти 4 олимпиады вы писали. Тут, может быть, ошиблись, тут задумались, тут нервничали. Вот одно написали. Вот примерно так эта статистика реально работает. Я вам правду говорю, это нужно делать именно так. Всем советую писать не меньше десяточек олимпиад на начальном этапе. Как работает поступление? Ну, есть 3 экзамена, за исключением парчика университетов России или университетов, в которых есть творческий экзамен. У них, конечно, все по-другому. Эти экзамены различные. С этого года могут быть экзамены по выбору. Например, для МИФИ на направлении 0903XX на конкурсной группе 0903. Это совокупность направлений. Можно выбрать, из какой ЕГЭ вы дадите физику или информатику. Отличия значимы. Ну и, соответственно, учебную программу, конечно, тоже вам придется осваивать динамично. И это надо не забывать. Русский язык. Например, для направления 400-03-02 экзамены другие. Русский, математика, физика. А для 41-03-05 русский, история, иностранный язык. Вот у вас разные экзамены. Это, кстати, 41-03-05. Это международные отношения, если мне память не изменяет. Ну, в общем, у вас целый список направлений. У всех разные экзамены. Более того, в последние, вот в этот год, они вообще... У вас гораздо больше возможностей поступать, сдавая три экзамена. Поэтому выбираем какие-то три. Их сдаем, пишем олимпиады. И какие у нас сценарии. Вот первые два сценария. Ну, три. Поступаем просто по ЕГЭ. Предположим, мы набрали такие результаты, которые вы видите. Вот ваша конкурсная сумма баллов. 228. Сейчас, надеюсь, я нигде не ошибся в подсчете с этой цифрой, когда писал. 140. Да, вроде четко. Фух. Отлегло от сердца. Значит, вот логика вашего поступления. 228 баллов. Участвуем в конкурсе. Предположим, что вы выиграли олимпиаду по физике. Ну, или стали ее призером. Тогда вы заменяете физику на сотню и получаете уже 250 баллов. Прирост заметный, очевидный. Пороговые баллы. То есть, видите, я зачеркнул 78 и написал 100. Пороговые баллы есть. Это такая штука, которая определяет, с какого балла вам олимпиаду можно засчитать. Или вам нужно олимпиаду проигнорировать. Например, смотрим третью строчку. Вы написали РСОЖ по математике. Вы стали призером или победителем. Вы потрясающий. Но у вас 64 по математике. Все. У вас осталось 228 баллов. Пороговый балл может быть любой, но он не меньше 75. В разных университетах теперь по-разному. Но, например, в МИФИ везде 75. Соответственно, если вы набрали 75, вы можете заявить в свою олимпиаду. Не набрали 75. Я видел очень много случаев, когда 75 набрать не получалось. Это грустно, но это факт. Поэтому будьте внимательны. Пожалуйста, будьте внимательны на ЕГЭ. Помните, что вам надо набрать не меньше 75 баллов. А значит, писать надо как минимум на 80. Чтобы ваши маленькие ошибки не утянули вас на дно. А маленькие ошибки бывают у всех. Поэтому я искренне советую быть внимательным на ЕГЭ, даже если у вас 33 тысячи олимпиад. Четвертый сценарий. Поступление через БВИ. Ну, вот, например, я беру... Взял СОЖ по физике, и она дает мне БВИ. Тогда все остальные экзамены выкидываются в помойку. Учитывается только тот факт, что у меня больше 75, и вообще и третий экзамен выкидывается в помойку. И конкурс среди людей, у кого БВИ, идет по баллам индивидуальных достижений. И все. То есть, выиграв Олимпиаду перечневую и подтвердив ее экзаменом, остальные результаты не учитываются совсем. Вуаля. Вы в дамках. Поэтому БВИ все любят. Вы скажете, это читак. О-о-о. В смысле, так и говорят. В прошлом году так и говорили. Вы скажете, о господи, это ужасно. Но, по факту, нет, не ужасно. Во всей стране, во всей стране в 2020 году льготы права поступления без вступительных испытаний воспользовались 6 тысяч человек на все 500 университетов нашей страны. Да, мне кажется, их примерно 500, может больше, может 600. Ну, то есть, в общем, в среднем это 10 человек на университеты. На университеты. Понятно, что они концентрируются в ведущих университетах. Например, в высшей школе экономики людей, поступивших по БВИ, тысяча. 1050. Что-то в этом духе. Из 6 тысяч. А там в МИФИ поступило примерно 350 человек по БВИ. Или 330. Ну, в общем, разница заметна. В ведущих вузах, чтобы они не говорили, ведущие вузы ждут БВИшников. Это написано в одной из моих статей, в самой первой. Поэтому посмотрите, если хотите понять, почему ждут. Чтобы вам вузы не говорили, про всякие сокращения и так далее, степеней, присваиваемых БВИ, они всегда будут ждать БВИ. Ну и, собственно, если вы сделали то же самое, но получили диплом по математике, сарямба, 75 баллов не набрали. Так что будьте очень внимательны еще раз на ЕГЭ. Как вообще устроено поступление? Ну, есть две волны. В первую волну зачисляют квотников и БВИшников. В третью волну, если остались места ЕГЭшников, то есть БВИ. БВИ могут занять все места. В МИФИ так и есть. На пяти направлениях. То есть, в принципе, для университета ситуация очень тяжелая с набором БВИшников. Несмотря на то, что за ними все охотятся, все понимают, что это сложный набор. Его сложно, реально сложно удерживать и правильно обосновывать. Количество мест, в принципе, на квоты ограничено. У целевой квоты это количество фиксировано и прописано жестко. У особой квоты это 10% от общего количества мест. Например, если у нас 70 мест на направлениях 0.9-0.3, то 7 мест могут, но не обязаны, занять квотники. И сколько-то мест займут особые квотники. И сколько-то мест займут целевики. Ну а дальше на оставшиеся места поступают по ЕГЭ и платное, ну вот сколько хотят, столько и поступают. Как устроена вообще ЕГЭ в других странах? Это маленькая ремарка. Ну, чтобы немножко разбавить эту скучную нашу беседу. Ну, например, в Китае так называемый Гао Као. Это экзамен аналог ЕГЭ. Это безумный стресс. Это вас подвозят в школу на автобусе. В автобус вы заходите так, чтобы у вас не было ничего, кроме ручки. Вас проверяют металлодетектором в школе. Из каждого угла на вас смотрит камера. Вся страна с замиранием сердца следит за каждым, кто знает Гао Као. Вы своего ребенка селите в гостиницу поближе к месту посадки в автобус, чтобы он тренировался там. Нанимаете ему специальную няню, которая за ним следит. И месяц ребенок готовится только к Гао Као, вообще забыв обо всем. Это китайский ЕГЭ. Более того, в разных провинциях набранные разные одинаковые результаты приводят к разному результату поступления в университеты. В Китае настолько своеобразная система, что поступить иностранцу в УФУ через экзамен в университет проще, чем внутри страны поступить по этому же экзамену, если ты гражданин Китая. А есть совершенно другая, другой пример, бакалавриат, БАК. Я честно скажу, я не владею французским, но ударение на крайний слог должно быть. Там во Франции все вообще просто. Вот у вас есть 15 экзаменов в школе программе. Вот вы все 15 экзаменов сдаете. Если вам надо пересдать, вы пересдаете. После этого вы приходите в университет и говорите, возьми меня. И университет берет вас, независимо от вашей оценки. С исключением случаев, когда студент, абитуриент планирует поступить в Гранд Эколе. Это такие ведущие французские университеты, ведущие французские школы. И в этом случае, конечно, вам надо сдавать экзамены. Но в большую часть, в подавляющую часть университета Франции не нужно сдавать экзамен. Нужно просто набрать по баку проходной балл, а это 10 из 20 в среднем по всем экзаменам. И ни один из экзаменов не завален. Это лайт. Вот я вам серьезно говорю. Соответственно, мы где-то в середине, у нас это напряжно, мы близки к Китаю, у нас ограниченное количество экзаменов. Но, с другой стороны, у нас есть всякие олимпиады, все такое, чего в Китае нет. Германия ближе к Франции, США ближе к Китаю. Вот. Поэтому не переживайте, во многих странах есть ЕГЭ, этот опыт оценивается, может быть, негативно, может быть, позитивно. Но пока мы все плывем одинаково, используя одни и те же инструменты в разной мере. Важно, что средние результаты ЕГЭ по русской математике и физике на протяжении 10 лет только растут. Вот график, вы можете видеть, тренд явно возрастающий, несмотря на то, что иногда бывают какие-то флуктуации. Вот мы можем, если сложим, например, 43, 47, получим 90 и 60, добавим 151 балл. В среднем это все выросло в 72 и 2 по 55. Ну, хорошо, 2 по 54, это 108 и 75, это 108 и 75, это 193. Вот было 171, стало 193. То есть балл сдающих растет, потому что школу лучше готовят к ЕГЭ. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть, в общем, в следующем году этот балл, скорее всего, не будет падать. Как вы видите, колебания незначительны. Рейтинги. Это еще одна история, которую меня очень часто спрашивают. Я прошу прощения, может быть, это спонтанное переключение на рейтинге. Но я просто понимаю, что меня очень часто об этом спрашивают. Опять же, про рейтинги подробнее в моей статье снизу, под этим видео. Но, когда меня об этом спрашивают, о рейтингах, я, конечно, не могу не сказать, что рейтинги – это сверхконсервативная система. Вы видите пример. 30 лет между двумя рейтингами. Позиции у Оксфорда, Гарварда, Принстона чуть-чуть изменились, но они остались в списке ведущих университетов. А Кембридж, Стэнфорд и Массачусетский университет вообще не сдвинулись в своих местах за 30 лет. Ну, а дальше, конечно, что-то поднялось, что-то опустилось. В общем, ведущие университеты, на самом деле, всем известны, они не меняются. Для Российской Федерации ведущие университеты можно обозначить вот этим списком. И вы удивитесь... А, сверху три рейтинга – это три ведущих мировых рейтинга, на которые ориентируется наша страна на текущий момент времени. Может быть, это все поменяется? Я так иронически к этому отнесся. Но, тем не менее, цифры – это позиции наших университетов в условной национальной шкале. То есть, МГУ, на самом деле, в рейтинге Таймс занимает 180-е место, но среди российских университетов он первый, поэтому вот я такую табличку сделал и сложил позиции. И если это сделать в честную, то мы обнаружим, что второй университет страны вовсе не питерский, а новосибирский гос. А МВТИ вплотную подобрался к питерскому госу и готовится обогнать его. Мы увидим, что Томский политех в Томске – один из сильнейших в стране и сильнее высшей школы экономики, кто бы слышал о Томском университете за пределами Томска. А высшая школа экономики замыкает условную пятерку, ну, в данном случае семерку из-за равенства баллов, ведущих университетов страны. На самом деле высшее образование и ландшафт высшего образования в стране отличается от того, от которого мы привыкли. Информационное давление и консервативность рейтингов неизбежно приводят к тому, что на самом деле быстро развивающиеся или много болтающие могут оказаться заметнее, чем медленно развивающиеся или стабильно хорошие университеты. И мы это видим на примере Новосибирского ГОСа или Томского политеха. Ой, простите, Томского ГОСа, Томского ГОСа виноват. Вот. Может быть, мои суждения поспешные, критичные, но я обращаю ваше внимание еще и на эти университеты. Мы не... мы правда в Москве практически не слышим про Новосибирск. Понятно, что на этом канале, если вы смотрите это видео, значит, вы слышали про МИФИ, и вы вряд ли слышали про Томский ГОС. Если слышали, пишите в комментариях, что слышали, правда, мне было бы реально интересно. Опять же, мне очень интересна ваша обратная связь, она помогает мне развиваться и делать работу приемной комиссии университета лучше. Есть еще один пункт, о котором я пришел рассказать, я о нем не забыл, не замылил его, это индивидуальные достижения. Просто я уже говорил, что пока о нем нечем рассказывать, потому что Министерство просвещения не выпустило соответствующий документ, который позволяет определить индивидуальные достижения на этот год. А значит, у многих университетов эти индивидуальные достижения не полны. В индивидуальных достижениях каждого университета есть несколько десятков позиций, очень разных позиций, соответственно, они всегда зависят от того, что университет хочет получить на входе, они как-то меняются, варьируются и все такое. Поэтому на каждом университете надо следить за этим отдельно. Но важно отметить, что есть такая вещь, как предпрофессиональный экзамен, который в Москве позволяет москвичам получить баллы индивидуальных достижений в 11 классе по максимуму всего лишь за одно достижение. Например, в МИФИ за успешную сдачу предпрофа в прошлом году давали 10 баллов. Как в этом году будет, посмотрим. Вот примеры экзаменов, 9 экзаменов, и при этом, ну, здесь у двух экзаменов нет иконок, потому что экзамены проходят в марте, мы пока не успели их нарисовать. Но, тем не менее, например, искусственный интеллект мы делаем вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», программирование под Android вместе с компанией Samsung, информационную безопасность мы реализуем вместе с Ростелеком и Ростелеком Solar и так далее. То есть, нейроинтерфейс Sbitronix, например, это одна из ведущих компаний в России подобного формата. Технологии беспроводной связи с коллегами из Иркутска. Их название NTPolus. Ну, в общем, их название вам ничего не скажет, наверное, потому что оно не такое громкое, но это ведущие, это реальные крутые разработчики инженерных решений и образовательных продуктов по освоению сложных технологий. В общем, я так могу продолжать долго. Вариантов экзаменов в Москве больше полутора сотен. То есть, вы можете подобрать экзамен специально под себя. Вот вы такой, какой есть, вы его так и сдаете. Но у меня будет отдельный стрим про претрофессиональные экзамены, я вам обязательно его запишу и расскажу, и вам тогда вы сможете спокойно понять, что и как сдавать для себя, выбрать. Время еще есть. Время выбора экзаменов вообще не наступало. Пока. Ну и, собственно, под конец, вот мои контакты. Вы можете писать мне в ВК, можете писать мне в Телеграме, можете писать вопросы приемной комиссии и XMEFI. Естественно, отвечают мои коллеги и я на эти вопросы. Я надеюсь, что этот стрим будет полезен вам. Я надеюсь, получить обратную связь от вас. Спасибо вам большое за внимание и успехов. До новых встреч в университете, в любом университете, в сети или на крутых событиях в сфере науки и образования, где вы станете лучшим и покажете потрясающие результаты. Я буду в восторге, если так действительно получится. Спасибо за внимание и успеха.